Технология доказательства с нулевым разглашением, обеспечивающая отличную масштабируемость и высокую безопасность сети, становится всё более популярной. Прямое тому подтверждение – блокчейн Zika, созданный для того, чтобы каждый пользователь мог применять современные технологии, используя для этого стандартные устройства, смартфоны, планшеты и компьютеры небольшой мощности. Именно благодаря Zika технологиям возможно создание лёгкого, быстрого и надёжного блокчейна с высокой степенью конфиденциальности. В основе работы сети лежит принцип сжатия транзакций до определённых размеров и хранение их в именно таком формате для дальнейшего использования. Технология доказательства с нулевым разглашением работает по очень простому принципу. Для лучшего понимания можно представить ситуацию. Один человек говорит, что у него дома есть цветущий кактус. Второй сомневается в этом и просит предоставить доказательства. Первый не несёт ему цветок в горшке, а делает фотографию. Она выступает в данном случае доказательством. На фото видна квартира первого человека и цветущий кактус. Второй человек воспринимает это как весомый аргумент, и они приходят к соглашению. Примерно так происходит и транзакции с использованием нулевых контрактов. Нет необходимости предоставлять всю информацию из цепочки, объём которой в крупных блокчейнах может быть огромным и сильно тормозит их работу. Достаточно снимка, сделанного при помощи ZK технологий, который передаст все необходимые сведения, но при этом не разгласит их. Это быстрее, безопаснее и удобнее, чем использовать обычные смарт-контракты. Этот блокчейн имеет несколько ключевых особенностей, которые делают его интересным для крипто-сообщества. Например, разработчики решили отойти от привычной концепции и частично перенесли идеи L2 в L1. При этом сеть естественным образом растёт так, что транзакционные издержки остаются низкими даже при пиковой нагрузке. Zika обещает создать новый вид смарт-контрактов, которые будут написаны в системе ограничений ранга 1. Она позволит дать оценку смарт-контрактам с применением систем доказательства с нулевым разглашением. Ещё одна особенность заключается в том, что используются вместо смарт-контрактов нулевые контракты блокчейна. В отличие от смарт-контрактов Ethereum и других блокчейнов, они будут выражены в виде математических ограничений, а не байт-кодов виртуальной машины. Задача программиста будет загрузить ключи проверки, чтобы пользователи могли переходить от одной операции к другой при помощи одной простой и быстрой транзакции. Технология доказательства с нулевым разглашением стала весьма востребованной за последние несколько лет и появилось немало интересных проектов. Один из самых популярных – это Zikero Labs, с которым нередко сравнивают Zika, но между ними есть существенное отличие. У Zikero Labs есть централизованный оператор, который публикует доказательства в основной цепочке. Если оператор перестанет выполнять свои функции, придётся откатить состояние сети к предыдущей версии и заняться её восстановлением. Это сложный процесс, и разработчики Zika выбрали другой подход. Озвученные трудности вызваны тем, что крупные блокчейны вроде Ethereum или Bitcoin обеспечивают доступность данных историй цепочки, а не состояние снарк. В отличие от них, сеть Zika устроена таким образом, что её узлы и валидаторы принимают только форки. Они оценивают, насколько хэш предоставленного состояния соответствует хэшу состояния, который отображается в последнем блоке. Благодаря такому механизму, сжатое состояние последнего блока будет доступно вне зависимости от обстоятельств. Ещё один блокчейн, с которым часто сравнивают Zika – это Mina. Разработчики Zika стремятся увеличить пропускную способность своего блокчейна. Но также они не ставят перед собой цель создать самый маленький лёгкий блокчейн, а стараются сохранять его размеры в пределах, не влияющих на быстродействие сети. При этом пропускная способность останется высокой. У платформы будет собственный токен, который будет распределяться между пользователями в таких пропорциях. 70% для майнеров и валидаторов. Валидаторы будут обеспечивать сетевой консенсус и предоставлять майнерам нулевые контракты. Они будут выполнять примерно ту же функцию, что и операторы Zika Rollups. 5% для Сидов. Для первых инвесторов токены будут доступны по более низкой цене, и именно им достанется 5% от всех активов платформы. Средства будут выданы им в течение 6 месяцев. 10% для остальных инвесторов. Не все желающие поддержать проект попадут в первую волну. Остальные смогут купить токены по обычной цене. А ещё средства будут использованы для найма лучших инженеров и криптографов для дальнейшей разработки Zika. 10% в фонд. Эти средства в дальнейшем будут переданы разработчикам, которые окажут проекту помощь в построении сети в качестве гранта. 5% для команды. Основатели и другие разработчики получат 1,20 часть от всех токенов платформы. Это довольно маленький процент, что делает блокчейн ещё более децентрализованным. Токены Zika будут использоваться для выполнения транзакций на платформе, как вознаграждение и средство стимулирования активности пользователей. В данный момент проект только начинает развиваться. У него уже есть техническая документация и дорожная карта, но вполне возможно, что в будущем разработчики откорректируют их. В планах у команды – совершенствование собственной криптовалюты и создание уникального кошелька. Запуск тестовой сети назначен на начало 2023 года, а основная будет запущена после тестирования во втором его квартале. Сообщество Zika растёт, и хочется верить, что этот проект станет достойной частью Web3.